Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Из чего бы мне, господа, сегодня хотелось начать? Ну, во-первых, я вам хочу сказать так. Видео сегодня будет самое короткое, и это будет объективно, потому что заниматься гаданием на кофейной гуще перед валютными интервенциями смысл абсолютно бесполезный. Сразу забегая вперед, скажу вам свой прогноз. Смотрите, выхожу по видео в 18.00. То есть еще на самом деле курс у нас по валютам торгуется, да? У нас валютный рынок торгуется. И я еще не знаю, как будет закрытие, но я уже дам вам свой прогноз. Я считаю, что по доллар-рублю мы не уйдем ниже 88.50 сегодня. Это мое личное пока мнение. По евро мы не уйдем ниже 96.00. По юаню мы не уйдем ниже 12.20. И более того, забегая вперед, скажу, что я считаю, что на этом укрепление рубля закончится. Но еще раз говорю, это пока не гарантия. Это пока мое мнение, связанное как раз с теми, как говорится, поводами и, скажем так, факторами, про которые я вам говорил, про которые я вам сказал, что пока разъяснять не буду. Это ровно, грубо говоря, о том же, когда я вам говорил, что мы не дойдем до 87.50, да? Вот здесь ровно сейчас даю точно такой же прогноз. Еще раз говорю, это не гарантия. Потому что, еще раз говорю, не буду заниматься гаданием на кофейной гуще в данный момент. Потому что завтра будет валютная интервенция. Завтра будут самые главные события. Значит, смотрите, быстренько переходим к календарю. Но перед этим покажу еще одну ситуацию. Смотрите, нефть у нас ушла аж на 77. То есть спекулянты продолжали ее лить, американские. На самом деле, это уже абсолютно перепроданная нефть. Ей уже необходима однозначно коррекция. Но это, господа, еще один повод к тому, чтобы, смотрите, если мы посмотрим с вами, Юрлс, вот смотрите, сейчас 71.48, сейчас я его обновлю. 68.52. То есть мы все ближе находимся к зоне 60, да? Которые, соответственно, по бюджетному правилу при пробое вниз уже будет не покупки фонда национального состояния, а продажи из фонда национального состояния. Что, опять же, с одной стороны, это должно укреплять рубль. На самом деле, все это работает совершенно по-другому. Также напомню, что сейчас, в данный момент, картина у нас абсолютно не связана с курсом доллара. То есть это не плавающий курс. Это не какие-то там движения, связанные с общей динамикой валют. Нет, все это абсолютно чисто движения, связанные с ЦБ Минфином. Вот все, что там происходит сейчас, это операции ЦБ Минфина. Поэтому гадать здесь смысла вообще не вижу никакого. В связи с этим, соответственно, если у нас остается, как говорится, удерживаемый, как я уже сказал, 88.50 по доллару, по евро, соответственно, а мы будем отталкиваться прежде всего от евро и юань, 96 и 12.20 по юаню, то, соответственно, никакого дальнейшего укрепления рубля не будет. Если мы пробьем эти значения, тогда укрепление рубля по доллару блю, соответственно, откроется в район 87.50 для начала. И там тоже уже будет понятно, что дальнейшее будет, мы дальнейшее укрепляться или нет. Но, а по юаню это уже откроет пробой на 12.15 и выход на 11.80, 11.60. Но уже вот это будет уже говорить о возможном начале реально направленного укрепления. Пока я считаю, что этого нет. И по евро это, соответственно, поведет на 91.89. Теперь давайте быстро перейдем по календарю. Как я уже сказал, нефть перепродана. Это тоже говорит о том, что укреплять рубль при этой ситуации абсолютно как бы нелогично. Более того, если мы говорим о том, что постоянно как бы от правительства звучит и так далее, что нужно развивать внутреннюю экономику при крепком рубле, это тоже невозможно. Нужно будет все равно рубль ослаблять. Это все говорит о том, что ослабление рубля все равно должно произойти. Но мы сейчас об этом говорить не будем. У меня много еще дополнительных, как говорится, факторов, о которых, естественно, я вам буду уже говорить гораздо позже. Не сегодня. Как я уже сказал, я буду сейчас наблюдать. Делать свои, как говорится, сейчас наблюдения, связанные с теми факторами, на которые я для себя выделил. И вот после этого, только когда они подтвердятся, как вот я посмотрим, как сегодня закроемся в итоге, как говорится, совпадет мой прогноз или нет. И в то же время, как я уже говорил, жду потом даже, возможно, не один месяц ослабления, но об этом тоже пока говорить не буду, потому что, чтобы не вводить никого в заблуждение. Теперь смотрите дальше. Значит, что мы сегодня ждали, господа? Индекс потребительских цен в Швейцарии. Сейчас я быстро гляну, какой он у нас был. По-моему, он вырос. Сейчас один момент. Индекс в Швейцарии. Да, смотрите. Ну, значит, получается как? Месяц к месяцу без изменений. И, соответственно, год к году тоже без изменений. Все, вспомнил. Да, что тут на самом деле инфляция не поменялась. Теперь смотрите дальше. Значит, самого главного, что мы сегодня ожидали, это число открытых вакансий на рынке труда Джонс. И я вам говорил, что это может привести к сильному движению по доллару и, соответственно, движениям по рынкам. На самом деле, статистика вышла с замедлением, достаточно серьезным. То есть, вакансии сокращаются. И это как раз доллар должно было не укреплять. Что и произошло. Но и в то же время не ослаблять сильно, да? То есть, как я вам говорил, что доллар будет держать 104, ниже не уходить. А американский рынок вцепится с зубами в 5250. Вот что и происходит. И обратите внимание, не происходит роста на 5300. Потому что это признаки замедления экономики в чистом виде. Это очень, на самом деле, плохая статистика. Но она, опять же, дарит возможность о том, что, возможно, ФРС при этом будет снижать ставки. Вот как это рассматривается. То есть, это замедление экономики. Но, возможно, это позволит снизить ставки. Все. Вот так на это сейчас смотрит рынок. И в этой ситуации, естественно, он пока держит 5250. Будет ждать, соответственно, дальнейшую статистику. И, исходя уже из этой статистики, будет непосредственно, как говорится, принимать решение. Двигаться на 5300 и там ждать. Или все-таки откатывать. Ситуация по золоту, смотрите, господа. Золото у нас пока немножко скорректировалось. Но, опять же, все это в режиме ожидания. Теперь все будут ждать, естественно, что будет там со ставкой. Золото, на самом деле, может пойти на 2400. Но надо учитывать, что это нужно будет уже после того понимания. Придет. Когда, как говорится, через неделю. То есть, не на этой неделе, а на следующей. Решение по ставке ФРС. Я уже об этом говорил. Это будет основа основ. Заявление Паула там и так далее. Вот. Поэтому здесь, соответственно, золото пока будет удерживать этот уровень. Расти не на чем. Все, естественно, сейчас станут на ожидании. Никто никуда расти не будет. Ситуация с Ближним Востоком, с СВО, тоже пока переходит в стадию такой больше риторики. Нету каких-то конкретных событий. Нетаняха вроде заявил о том, что вроде как согласен с планом Байдена. Но когда-нибудь он там, естественно, может пойти все равно делать эту операцию. Это все понятно. Все это готовится к выборам. Это тоже все очевидно. Нефть с большой вероятностью даже, почему ее в том числе уронили. Не исключаю, что были договоренности со стороны саудитов и Блинкина и Салливана. Они как санные веники туда ездили. Пытались все решить для того, чтобы перед выборами тоже, соответственно, как говорится, была возможность, что называется, бидону попытаться как-то там прийти к власти. Хотя, как говорится, шансов у нее просто мизер, если только не будут очередные фуфловые голосования почтовые и так далее. Я бы на месте республиканцев поставил жесткий вопрос отмены этого фуфла, потому что это вообще не голосование. Это чистое абсолютно просто реальная подделка любых выборов. Это голосование трупов, это голосование несуществующих эмигрантов там и прочее. Абсолютно вбросы пакетов. А как мы знаем, что Ротшердеракферский все это отродье, оно, естественно, контролирует все, что связано с СМИ, все, что связано с почтовыми переводами и так далее. Они всю эту информацию, естественно, контролируют и все эти системы под ними. Это абсолютно однозначно. Поэтому здесь, естественно, почтовое голосование это полное фуфло, которое вообще даже превосходит любые там всякие предвыборные карусели выборные и так далее. Но это ладно, суть ни в чем. Суть в том, что, судя по всему, так как все-таки ОПЕК заявил достаточно слабую позицию по нефти, они все-таки заявили о том, что в 2024 году, на чем прежде всего ее перелили, но опять же ее перелили, еще раз говорю, восстановление очень быстро будет в район 80-82, однозначно. Здесь чистой воды американские спекулянты в чистом виде, но так как поддержки от ОПЕКа нету, ОПЕК заявил, что они вот эти добровольные сокращения, то есть общие квоты, они продлены вплоть до 2025 года, а вот добровольные сокращения, они уже в этом году, в октябре, типа могут рассматривать как на снижение месяц к месяцу. И вот на этом, как раз на прикрытии этой задницы, и произошло вот этот вот перелив нефти, но гарантию даю, все это ненадолго, она тут же отскочит, как минимум на 80-82 вот в эту зону попытается вернуться. И вот тут уже может начаться динамика доллара, пока доллар тоже в этом моменте будет чувствовать себя расслабленно. Поэтому, к чему на это все я веду? Это я веду к тому, что доллару пока укрепляться не на чем, ни к чему как бы, да, экономика она как бы тоже не поддерживает доллар, ситуация с ценами на нефть не вынуждает его повышаться, и мы видим, что рубль в этой ситуации тоже находится в таком рейнджевой динамике, да, но никакого направленного укрепления рубля, я считаю, не будет. Но будем об этом говорить еще раз позже. Ситуация, что мы еще сегодня ждем, это недельный запас сырой нефти по данному американскому институту, но, как я уже сказал, крайне маловероятно, что они как-то сильно повлияют. Вот это, во-первых, фуфлыжная контора абсолютно, вся их статистика, можно, как говорится, и задница потерять, она абсолютно роли не играет. Это чисто лоббированная абсолютно, кстати, к вопросу, там были у нас одни там особо одаренные товарищи, которые в комментарии писали, что Россия там супер коррумпированная, так сказать, страна. Но я вам отвечу, господа, для тех, кто, как говорится, мало читает книжек, и вообще я вам раскрою секрет, почему в Америке считается, что нету коррупции. Потому что у них лоббирование, у них просто коррупция называется лоббирование, и лоббирование это является самым натуральным абсолютно коррупционным механизмом, но который у них находится в законе. Лоббирование интересов, что это у нас то же самое, можно также рассматривать, там чиновник лоббировал интересы какой-то строительной компании. Почему нет-то? Лоббировал, лоббировал. А почему тут коррупция? Нет. И в США нету коррупции, потому что это лоббирование у них называется. А так это полностью коррумпированная страна, вообще, полностью, во всем. Коррупция там просто процветает. Можно посмотреть на все эти суды сраные, которые, как говорится, у кого больше бабла, то ты просто откупает себя, выкупает и, собственно говоря, выходит под залоги. Вот и все. Вся система состоит только, чем больше денег, тем ты не сядешь. Так что не надо мне лапшу на уши вешать, что там в Америке, что там в России. Теперь смотрите дальше. Значит, по поводу ситуации непосредственно с курсом валют. Как я уже сказал, вот это коррупционное, естественно, также американский институт, говно полное, со своими данными ничего не сделает. По факту там все, что они, как говорится, выдадут какие там данные, роли не играет. Это прогнозные данные на те данные, которые мы ждем завтра. Но, господа, на самом деле запасы сырой нефти сейчас нужны. Несмотря на то, что это полная подделка, фуфловая американская статистика, но они нужны, потому что нужно скорректировать цены на нефть. То есть, при таких ценах на нефть должно понимание быть, что там с хранилищами. Все-таки растет запасы или нет. И это, соответственно, будет корректировать цену на нефть. Потому что спрос и предложение, соответственно, должен будет продемонстрироваться. Несмотря на то, что, еще раз говорю, американская статистика это полное фуфло. Сплошное. Официально, неофициально. У них сплошная ложь везде и всюду. Поэтому, естественно, верить им особо нельзя, но рынок на это реагировать будет. Ну и теперь смотрите, господа, что мы ждем завтра. Быстренько сейчас по календарю и переходим к последнему прогнозу. Индекс деловой активности в секторе услуг Российской Федерации. Вот тут начинается, господа, для нас самый главный день. Валютные интервенции России. Это самое важное. Будет он в 12 часов дня. Поэтому там уже мы, как говорится, лично в телеграм-канале и так далее, будем полностью на сосредоточенности держать ситуацию под контролем. Мы увидим, во-первых, данные по валютным интервенциям. То есть мы увидим, какие объемы будут, собственно говоря, проводить непосредственно министр финансов в рамках вот этих валютных интервенций. Также, соответственно, заявление от ЦБ и Минфина, в каких объемах они будут покупать и продавать. Вот это может выйти позже, но мы уже увидим непосредственно сами объемы. Поэтому это будем ждать. И это будет колоссально иметь значение для того, чтобы понимание иметь дальнейшее, что будет с рублем. Будут они его укреплять, будут они его ослаблять. При этом, естественно, это еще будет выходить до ставки. Ставка, безусловно, у нас еще впереди. А там набиулиные комментарии, естественно, будут иметь огромное значение. И напоминаю, что ставка не влияет на курс напрямую. Это влияет, прежде всего, на борьбу с инфляцией. Все, ставка нужна для борьбы с инфляцией. А уже посредственно начинает возникать воздействие на курс. Поэтому валютная интервенция, индекс деловой активности Российской Федерации. Все это завтра будет иметь большое значение, прежде всего, конечно, для курса валютной интервенции. Индекс деловой активности. Мы, соответственно, будем смотреть, насколько экономика России, как говорится, продолжает при таких ставках существовать, положительно или отрицательно. За этим будем тоже внимательно следить. А вот в США, господа, выходит статистика изменения числа занятых в нескохозяйственном секторе. Это еще один массив данных, который, опять же, может повлиять сильно на доллар. Если, соответственно, занятых в нескохозяйственном секторе начнет расти, доллар пойдет на укрепление. Если начнет падать, начнет либо ослабляться, либо, вот как сейчас, удерживать это же 104. И это будет второй удар по экономике, который будет говорить о том, что экономика замедляется. И она может замедлиться гораздо быстрее, чем снижает ставки. Вот это надо понимать. И тогда начнется чистой воды стакфляться. Потому что инфляция начнет в разгон. Как экономика перестанет сдерживаться, начнет расти, соответственно, начнет разгон инфляции. А ставки при этом еще остаются высокие, инфляция не побеждена. Вот это важно будет иметь в виду. Теперь смотрите дальше. Индекс деловой активности в секторе услуг США. Туда же, смотрим за статистикой. Решение по процентной ставке Канада. Тут мы получим сигнал по поводу того, какое будет решение по процентной ставке во многих странах. Потому что это определенные сигналы нам дает. А также Канада рядом, там недалеко, как говорится, США. И, соответственно, с большой вероятностью ФРС будет принимать тоже решение. Все это согласовано, как правило. ЕС, кстати, тоже уже не говорит о снижении ставок. Мы видим, инфляция также начала расти и так далее. Поэтому вероятность того, что кто-то снизит ставки, абсолютно нулевая. Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США. Вот тут мы тоже будем смотреть. Это очень важно, потому что здесь, собственно говоря, будет показано, какая, фактически тоже, можно сказать, инфляционные данные, какие получаются цены у менеджеров по снабжению. Если у них они растут, то, понятно, у производителей тоже, а уже у производителей, но потребителей. То есть это тоже будет говорить о том, что, собственно говоря, инфляция также разгоняется. Индекс цен в непроизводственной сфере. Туда же, естественно, тоже смотрим за, прежде всего, данные по инфляции. Теперь смотрите дальше. Конечно, запасы сырой нефти, это те самые официальные данные, которые, как говорится, могут дать небольшую коррекцию по рынку нефти, потому что нефть, еще раз говорю, перелили, просто перелили. И я больше чем уверен, что сейчас Америка может заявить, вот прям заранее можете за мной, как говорится, проследить за моими, опять же, я же вам говорил, что они могут заявить о том, что они запасы будут сохранять, пополнять в хранилище не по 78, а где-нибудь на 72, 74, потому что они уже сильно перелили нефть и попытаются как бы дать сигнал, что здесь они покупать не будут, чтобы цена на нефть опять пошла вверх, да. Поэтому наверняка сместят эту планку, но пока на 78, то есть вот здесь они могут заполнять хранилище, и нефть на самом деле достигла реально локального дна, это реально, просто реальный перелив. Поэтому запасы нам дадут возможность немножко, возможно, понимать, какое на самом деле в данный момент спрос и предложение, хотя, еще раз говорю, американские спрос и предложения, это полное фуфло. Все, что с американской статистикой связано, все, что говорят американцы, все, что они пишут, это полное фуфло. Врут, как просто сивый мерин, надо проверять каждый раз всю информацию, не смотреть на заголовки, просто заголовки, просто вот даже не наблюдать за ними, сразу читать статью и то читать где-нибудь в конце, потому что вся реальность находится внизу. Они никогда за всей этой ложью, за всей вот этой вот абсолютно манипуляцией информационным потоком, они все пытаются замазать так, чтобы реальность была как можно больше искаженная. Еще раз говорю, сатанисты, поэтому все в зазеркале, абсолютно. Теперь смотрите дальше, значит, индекс делового доверия в Российской Федерации, ВВП в Российской Федерации, рост реальных зарплат в России, и объем розничных продаж в России, и уровень безработицы в России. Вот такой будет большой срез данных, да, непосредственно по российской экономике. Вот этот массив имеет огромное значение в преддверии решения по процентной ставке. Здесь мы сразу увидим и проинфляционные риски, и возможность удерживать экономику при, как говорится, вот таких высоких ставках, и возможно даже, как говорится, возможность пережить и более высокие ставки, и так далее, да. Все вот это будет закладываться в этих сигналах. Что там с ВВП, что там с реальными зарплатами, если они будут расти, понятно, это проинфляционные риски, да, что там с индексом делового доверия, бизнес развивается или нет, что там с промышленностью, что там с срочными продажами, то есть непосредственно потребитель поддерживает или уже начинает экономить, и так далее. Все вот это вот будет иметь значение. Уровень безработицы, естественно, тоже проинфляционный риск, это надо тоже понимать. И, соответственно, возможность удерживать ставки или нет. Вот такая, господа, картина будет на завтра. То есть сегодня, я считаю, мы закрываемся практически без каких-либо идей. Сегодня у нас все, как бы, статистики никакой мы не ждем. Американские фуфловые данные по нефти особо нас не интересуют. Ситуация непосредственно по курсу валют абсолютно в руках ЦБ и Минфина, поэтому бесполезно сейчас смотреть, куда там доллар пойдет, куда что. Это все абсолютно сейчас роли не играет. Все, что происходит, это проходит конкретно в руках ЦБ и Минфина. Судя по всему, все-таки идет рейнджовка. Рейнджовка пока на этих уровнях, а дальше, соответственно, будет определение. Я думаю, как раз после валютных интервенций, прежде всего, куда мы двинемся. Поэтому еще раз говорю, так как мы не рисовальщики, не художники, нам нахер не нужны там волновые анализы всякие, да, всевозможные. Там Фибоначчи, скользящие и прочее. Мы прекрасно понимаем, как механизм на самом деле работает и что на него реально влияет. Вы ради интереса просто зайдите, посмотрите в интернете, как описывает Центробанк, что влияет на курс. Вы охренеете, сколько там всего факторов каких. И какие там скользящие всякие Фибоначчи и прочее. Поэтому, естественно, как я уже сказал, по прогнозу, во-первых, удержание 88.50 на сегодня, да, то есть как минимум не выход туда на 87.50. Если 88.50 пробьем, но это опять же доллар меня не волнует, меня волнует юань. А это прежде всего 12.20. Вот если 12.20 мы сегодня не пробиваем, все удерживаем, ждем дальше валютной интервенции и дальше смотрим. При непробое 12.20 никакого дальнейшего укрепления не будет. Если 12.20 пробьет, то тогда уже можем начать ожидать при пробое 12.15 начально уже конкретного направленного укрепления. Пока, несмотря на то, что это выглядело пока как коррекция, да, вот к этому падению в начале ослабили. Там, не забываем, аукцион был отменен по ОФЗ. То, собственно говоря, потом это как бы продолжение, да, укрепление. Несмотря на это, сразу заявляю вам, как я сейчас вижу картину. Ниже 12.20 не идем, при восстановлении, соответственно, 12.35 нас интересовать будет 12.45. Пока за 12.45 не уйдем, на ослабление тоже не идем. То есть это может быть все рейнджевая динамика. По евро, тут, соответственно, пока не пробит 96, не восстановлен 97.50, никакого ослабления либо укрепления не будет. То есть чисто рейнджевая динамика. Если восстановим 97.50, там уже ждать 99.44, ну понятно, по дороге еще 98.50 будет. Если 97.50 не восстановлен и в проживом времени пробит 96, рейнджовка. При пробое 96 идем на укрепление. Ну и по доллару-рублю, соответственно, это все будет в районе 88.50. Удержание 88.50, значит, соответственно, еще рассматриваем на ослабление. Пока не вернемся с 90.20, ни о каком ослаблении конкретном направленном быть и речи не может. За 90.55 пока не зайдем, тем более. Поэтому 90.20 как минимум надо вернуть для того, чтобы рассматривать вариант на ослабление. Пока этого не происходит. Удержание 88.50 и не пробой 87.50, чтобы быть в направленно укрепленном, собственно говоря, тренде. Вот такая, господа, картина. Как я уже сказал, видео сегодня будет коротким. На этом я заканчиваю. Напоминаю, те, кто интересуется не только курсом доллар-рубля, а вообще финансовыми рынками. Не забываем, что можно подписаться на наш телеграм-канал. В нем у нас непосредственно происходит абсолютно обсуждение вообще всего. Все, что связано с рынком, все, что связано с валютами. Насколько это может сильно повлиять. Каждая новость полностью разбирается. Каждая информация анализируется и выкладывается в том виде, в котором, собственно говоря, она может действительно оказать влияние. Также даются комментарии всегда. Ссылка на телеграм-канал присутствует в каждом видео. Что в коротком, что в полноформатном. Поэтому вы всегда можете найти в описании видео и подписаться на телеграм-канал. Сегодня там особой информации не было. Поэтому здесь, собственно говоря, что называется, у нас особо показывать вам нечего. Единственное, на что бы обратил внимание, смотрите. Ну, во-первых, НАТО создает план переброски войск США границам России на случай конфликта с РФ. Но это так мы пробежали. Это не особо нас интересует. Просто к тому, что, как я уже сказал, война идет. И вы это должны четко понимать. И прямого столкновения, как я уже говорил, не избежать. Да, теперь смотрите. Вот, кстати, ракетная опасность была объявлена в районе Курской атомной электростанции в Курчатове. К вопросу о том, что ракеты по нам могут когда-нибудь в итоге сейчас прилететь. Да, это тоже очень важно. А на то, что нас интересует... Вот, смотрите, господа. Единственное, на что бы я обратил внимание. Пресс-конференция Набиулиной по итогам Совета директоров ЦБ 7 июня пройдет позже обычного. Традиционная пресс-конференция председателя Банка России Эльвира Набиулина по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ по денежным клиентам политикам 7 июня пройдет позже обычного. Как сообщил ЦБ, брифинг состоится в 17.00. Обычно там в 15.00, да? Стандартное время пресс-конференции 15.00. Через полтора часа после объявления решения по ключевой ставке. Однако, 7 июня Совет директоров совпадает с пленарной, простите, сессией Питерского международного экономического форума, на которой ежегодно выступает президент России Владимир Путин. Вот это событие, я бы на него обратил внимание. Теперь смотрите дальше, господа. Как я уже сказал, в нашем канале существует непосредственно, во-первых, вся информация всегда связана с рынками. Также у нас есть прямые эфиры, которые проходят у нас непосредственно в Телеграм-канале. Сейчас не туда мы прошли. Вот здесь они у нас находятся. Вот смотрите, прямые эфиры по непосредственно рынкам. Проходят они у нас каждый день. Ссылочка выглядит вот таким вот образом. Приходит она на другом YouTube-канале. Там мы разбираем всю ситуацию, связанную с рынками, связываем непосредственно с валютами, там и так далее. Как, что, на что воздействует, прям в реальном времени. Поэтому можете тоже выходить, участвовать в живых дискуссиях, задавать вопросы. У нас есть голосовой чат. Вот поэтому, в принципе, как говорится, я думаю, вам будет также полезно. Также напоминаю, что у нас есть абсолютно персональная услуга. Услуга персонального соброзрождения. Выглядит она вот следующим образом. Вот так вот выглядит непосредственно сам пост. Там есть описание, что представляет из себя услуга. Захотите почитать, можете также перейти и, собственно говоря, что называется, поинтересоваться по условиям и так далее. Это онлайн сопровождение всех ваших сделать. Неважно, с чем там, с валютой, с каким-либо инструментами. И, соответственно, консультации, как говорится, технический анализ, фундаментальный анализ, рекомендации. Там то ли делать, то ли не делать. Как говорится, там покупать, не продавать, там и так далее. Да, естественно, все на с ваше усмотрение. Просто идут, естественно, только рекомендации. А принимать решение, естественно, будете вы сами. Никто вас никуда не тянет. И, соответственно, только помогают вам, как говорится, выполнять те или иные операции. Поэтому, если будет интересно, тоже можете переходить, подписываться. Ой, не подписываться, простите, подавать заявку. С вами свяжутся. И все, собственно говоря, как говорится, разъяснят. Также напоминаю, что у нас есть абсолютно живой чат. В нем находятся такие же абсолютно живые подписчики, как и вы. Соответственно, проводят, как говорится, дискуссии, анализ какой-то друг с другом. Могут, как говорится, давать какие-то друг другу торговые идеи, сигналы. Сейчас, вот, кстати, российский рынок, господа, становится очень интересным для возможности набирать потихонечку портфель. Потому что скоро вся эта, как говорится, коррекция индекса Мосбиржи закончится. В районе 3200 он, скорее всего, стабилизируется окончательно. И дальше, как только, собственно говоря, уйдут все эти риски по поводу ставки и так далее, российский рынок начнет резко восстанавливаться. Поэтому, имейте в виду, многие бумаги можно подбирать на хороших уровнях. Вот в телеграм-канале можете также у нас узнать, многим мы что рассматриваем, что интересно брать, что не брать. И, соответственно, даем рекомендации в плане этого. Вот, поэтому, собственно, как говорится, можете тоже заходить в чате с подписчиками нашими, также общаться. Также многие предлагают какие-то свои наблюдения, свои какие-то сигналы торговые и так далее. Поэтому, я думаю, вам будет тоже не лишним. Также напоминаю, что мы, естественно, каждый день снимаем, будем ролики по валюте здесь каждый божий день. Учитывая все вот эти наши календари, которые позволяют нам немного заглядывать в будущее, да. Учитывая все новости, которые выходят. Курс у нас плавающий, но, как я уже сказал, последние дни не плавающий. Сразу могу сказать, сейчас курс не плавающий, несмотря на то, что заявляют у нас, что он плавающий. И в этой ситуации, соответственно, плавающий в плане того, что он, конечно, меняется. Но с точки зрения, как скажем, приспособлению в данный момент какой-то рыночной ситуации и так далее, здесь не происходит. То есть, чисто воды, работа ЦБ Минфина через кросс-курсы. Поэтому здесь, как бы, мы, естественно, за этим все наблюдаем и следим. Мы понимаем, что факторов воздействия огромное количество. Поэтому все это стараемся, как говорится, учесть. И за счет этого делать какие-то прогнозы. Каждый день снимаем и двигаемся к пятнице. В пятницу подводим итоги всей недели. Эта неделя будет просто колоссально важная. И получим ставку по Российской Федерации. И заявление на Биулиной. И даже, возможно, выступление уже Путина. А также, собственно говоря, уже статистику по США. Поэтому очень все будет важно. В пятницу подводить итоги. Не рекомендую вам пропустить наше видео по пятнице. И, соответственно, с пятницы, понимая все, что уже происходило на этой неделе. Понимая, какой тренд формируется на следующую, переходим на воскресенье. В воскресенье у нас обзор следующей недели. Там уже решение по процентной ставке ФРС. Это будет колоссально иметь значение. Все к этому все, в принципе, и двигается. Поэтому, соответственно, будем понимание уже иметь, что у нас возникло на прошлой неделе. То есть вот в пятницу подведенные итоги будем учитывать американскую статистику и так далее. И уже можем ориентироваться, какую, возможно, будет принимать решение ФРС по поводу ставки. И, соответственно, какие будут комментарии Паула. Поэтому пятницу не пропускаем. К воскресенью готовимся. В воскресенье обзор следующей недели. Новые календари все. А также будем разбирать подробно в воскресенье, что как повлияет. И, конечно же, учитываем субботу и воскресенье. За субботу и воскресенье у нас происходят события, которые, как правило, проходят так, чтобы не повлиять на основную сессию. Поэтому, естественно, в этой ситуации мы учитываем все, что происходит на субботу и воскресенье. Какие-то боевые действия, какие-то военные операции, какие-то заявления ОПЕК и прочее. Как вот было, например, в эти выходные. Поэтому, соответственно, это все учитываем. Накладываем в общий фон, связанный с предыдущей неделью, понимание, что было в пятницу. Понимаем, что будет впереди воскресенье на новую неделю. И, исходя из этого, приближаемся уже к реальному, как говорится, курсу валют. Вот, да, максимально близко. Еще раз говорю, не гадаем, не рисуем, не чертим, не занимаемся предсказаниями, а конкретной аналитикой многофакторной. Поэтому мы создаем именно прогнозы. Каждый сценарий четко определяется определенными факторами и четко объясняется. А не просто там вилка какая-нибудь либо туда, либо сюда, да. Либо вот конкретно в эту точечку и так далее. Там волна какая-то там закончится, где-то начало там и прочее. Вот этой херней мы не занимаемся. Мы понимаем, что это серьезный инструмент, это валюта, которую управляет, прежде всего, эмитент сама страна. И, соответственно, это связано, безусловно, и с политикой, и с геополитикой, и с финансами, и с экономиками, и с действиями ЦБ, и с действиями Минфина и прочее, прочее, прочее. И, соответственно, спросом предложения, и, как говорится, товарным балансом, и платежным балансом, и так далее, и так далее. Много чего надо знать, господа, для того, чтобы заниматься прогнозами на рынке. Тем более валют, да, а не просто рисовать, как там всякие кречетовые биржевики и прочие, как говорится, прохиндеи, типа Елисеевых и так далее. Иер-перемен, которые там тоже какие-то типа инсайдами обладают, какую-то херню несет, на самом деле. Ну ладно, в общем, ситуация банально простая. В этой ситуации, естественно, мы занимаемся конкретно аналитикой, и если вы хотите понимать прекрасно, на чем, почему, куда, зачем, при каких условиях, пойдет, не пойдет курс, то подписывайтесь на нас и будьте в курсе.